От действий коллекторов нет спасения. В нашу телекомпанию обратились жители сразу двух саратовских многоэтажек. Сценарий, по которому неизвестные пытаются выбить деньги, примерно одинаковый. Стены и двери квартир украшают нецензурной бранью, интернет-кабели перерезают. Можно ли повлиять на коллекторов и вернуться к спокойной жизни, выясняла наша съемочная группа. Кто? Ничего не слышно. Тишина в эфире воцарилась сегодня ночью. То, что домофон снова залили краской, жители обнаружили утром. Ночью коллекторы уже в третий раз наведались в этот дом на Навашином, пытаясь найти должника. Нецензурной бранью списали все стены, интернет-кабели перерезали, а домофон залили так, что работать он перестал. Здесь живут дети, дети это все видят, дети все читают. Для взрослых тоже это неприятно. Залили домофон вот этой краской. У меня остается ребенок один дома. То есть, если кто-то даже нужно приходит, она не может открыть дверь без выхода к подъезду. Сейчас вот и списали подъезд. Подъезд там такие нецензурные выражения тоже читают и смотрят на это дети. Это крайне неприятно. Второй раз у нас замазывают дверь. Всяким пишут всякие гадости. Ее квартире тоже досталось. Светлана от действий коллекторов страдает уже больше полугода. Первый раз позвонили в январе. Потребовали оплатить долг, который составляет почти 200 тысяч рублей. Женщина отказалась. Как раз перед этим они с сыном погасили последний взнос по кредиту. Тогда коллекторы решили действовать по-другому. Они в замок ввели клей. Второй раз ввели клей. Вставляют спички и клеем. Замазывают или шприцом, или чем-то. Вводят. И замок выходит из строя. Замок меняли уже несколько раз. А этой ночью неизвестные вывели из строя еще и дверь подъезда. Угрозой не раз слышали соседи. У нас, говорю, дети. Как мы можем попасть? Я говорю, почему вы хулиганите? Но вы знаете, если вы не хотите нам содействовать, ждите сюрпризов. Неприятные сюрпризы от коллекторов едва ли не ежедневно получают жители Саратова. Проблема в том, говорят специалисты, что найти тех, кто разрисовывает подъезды, машины и ломает двери, практически невозможно. Привлечь их к ответственности еще сложнее. По закону максимум, что грозит нарушителям – штраф за хулиганство. Здесь закон, конечно, дал несколько раз слышитую формулировку с намерением причинить вред заемщику, либо иные способы злоупотребления правом. То есть вот здесь бы хотелось, на мой взгляд, именно в эту формулировку и подпадают. Вот эти различные вывешивания на информационных досках, обращения на работу, какие-то исписывания дверей в подъезде – это абсолютное злоупотребление правом, абсолютно нарушение закона. Более серьезное наказание грозит лишь в том случае, если коллекторы повредили личное имущество. Либо если они угрожают жизни или здоровью. Но в этом случае фиксировать все нужно сразу же. Ведь чтобы доказать, что коллекторы превышают свои полномочия, необходимо реальное подтверждение.